Наступило время проповеди Слово Божие, и я приглашаю вас обязательно достать ваши Библии в бумажном, аналоговом виде, если есть у вас с собой они, либо в электронном виде, открыть на телефоне, на планшете, потому что сегодня мы будем внимательно читать Слово Божие для того, чтобы ответить на один очень важный вопрос. Не секрет, я думаю, для многих, что очень многие евангельские христиане считают, что закон Божий утратил свою актуальность после того, как Иисус Христос пришел на нашу землю, был распят на Христе, и он закон отменил. Слышали вы, наверное, такое, да? Больше того, они считают, что те, кто продолжают соблюдать заповеди Божии, они тем самым не верят в спасительную жертву Христа, потому что он же закон отменил, он больше не нужен. А если кто-то соблюдает заповеди Божии, то, по мнению многих евангельских христиан, эти люди пытаются спастись своими делами, своими усилиями, соблюдением заповеди Божьей, самоправедностью. Не принимают праведность Христа, а пытаются спастись своей праведностью. Сегодня мы с вами, с помощью Священного Писания, попытаемся ответить на вопрос. Тот вопрос, который поставлен в название проповеди сегодняшней. Зачем нужен закон, спасенным благодатью? Мы верим, что мы спасены благодатью Божией. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы верим, а зачем тогда нужен закон? Ведь мы уже спасены благодатью Божией. Именно на этот вопрос очень многие люди пытаются найти ответ и не находят. И приходят к выводу, что закон Божий не нужен больше, раз мы уже спасены благодатью. Так ли это? Об этом ли говорит нам Священное Писание? И давайте мы с вами откроем в Послании Галатам вторую главу, текст 16-й, и прочтем, собственно, тот текст, на основе которого и делается этот вывод, о котором мы вступлении сейчас сказали. Вторая глава, текст 16-й. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Аминь? Аминь. Мы в это верим? Верим. А зачем же мы тогда продолжаем закон соблюдать? В недоумении задаются вопросы многие евангельские христиане, с которыми я, например, общался очень много. В интернете, в личных беседах. Они говорят, вы пытаетесь своими силами спастись, а мы спасены по вере во Христа. Я говорю, нет, делами закона не оправдается никакая плоть, мы это знаем. Только по вере во Христа люди могут спастись. Они говорят, так зачем же тогда вы субботу соблюдаете? Зачем же тогда вы заповеди соблюдаете? И вот на этот вопрос мы попытаемся сегодня ответить с помощью послания Галатам в первую очередь. Потому что именно это послание больше всего говорит о законе и благодати. И на основании этих текстов из послания Галатам многие делают противопоставление между законом и спасением по вере. И поэтому мы, читая это послание апостола Павла, сегодня попытаемся понять, зачем же нужен до сих пор закон, если мы уже спасены благодатью. Давайте откроем третью главу послания Галатам и прочитаем отрывок с 19 по 24 текст. Третья глава послания Галатам с 19 по 24 текст. И начинается этот отрывок с тех самых слов, которые мы в названии нашей проповеди сегодня положили. Для чего же закон? Для чего же закон? И дальше апостол Павел поясняет, для чего закон. Нужно лишь внимательно прочесть, не торопясь, отбросив всякие стереотипы и уже устоявшиеся мнения, и понять, что апостол Павел об этом говорит. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражую закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Остановимся пока. Читая эти тексты, многие восклицают. Аминь, аллилуйя. Закон был дан на время. На какое время? До пришествия семени, до того, как Иисус Христос приведет. А после этого, значит, он уже и не нужен соблюдать его. Давайте мы с вами внимательно прочтем эти тексты. Об этом ли пишет апостол Павел? Итак, для чего закон? 19 текст. Сказано, он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, которым относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Внимательно рассмотрим этот текст. Что значит по причине преступлений? Сказано, закон был дан по причине преступлений. Как мы этот текст понимаем? Давайте попробуем другие переводы прочесть. Да, может быть, чуть понятнее станет. Вот другие переводы. В связи с преступлениями был дан закон. Из-за преступлений был дан закон. Дальше. Перевод Кулакова. «Дабы выявить через него преступление». Перевод Стерна. «Для того, чтобы принести определение тому, что есть преступление». Понятие немножко становится, да? Закон был дан для того, чтобы выявить преступление или дать определение тому, что есть преступление. И действительно, в других посланиях, например, в послании к римлянам, апостол Павел уделяет больше внимания этой теме. И давайте прочтем три текста, которые об этом говорят. Послание к римлянам, 3 глава, текст 20, например. Римлянам, 3 глава, текст 20. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Та же самая мысль, которая содержится в 19 тексте 3 главы послания Галатам. Он был дан для того, чтобы дать определение тому, что есть преступление. Законом познается грех. Где нет закона, нет и преступления. Так ведь? Как определить, хорошо это или плохо? Только слечив это с Божьим законом. 5 глава послания к римлянам, текст 20. Римлянам, 5 глава, текст 20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Сказано, умножилось преступление. Почему? Люди стали больше грешить после того, как был дан закон? Нет, вряд ли. А почему умножилось преступление? Потому что стало понятно, что есть преступление, а что нет. До этого люди совершали те же самые дела, но это преступлением не считалось. Почему? Потому что в отличие от тех законов, которые есть в современном обществе, библейский закон гласит, где нет закона, там нет и преступления. Если человек не знает, что он нарушает закон, он не виноват. Поэтому после того, как закон был дан, растолкован, объяснен, преступление умножилось. Потому что люди стали понимать, что то, что они до сих пор делали, это оказывается является нарушением Божьего закона. Дальше. «Римлянам», 7 глава, текст 7. «Послание к Римлянам», 7 глава, текст 7. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай».» То есть грех не от закона. Закон не подталкивает человека к греху, но закон определяет, что такое грех. И без закона определение греха у каждого будет свое. Так ведь? Или нет? У каждого будет свое определение греха, в зависимости от того, в какой культуре он вырос, в зависимости от того, в какой стране он родился и вырос. Даже определение того, что есть любовь сегодня, да, разнится. Кто-то считает, что любовь – это жертвенная любовь, да, когда люди готовы уступить друг другу и так далее. Кто-то считает, что любовь должна быть свободной. Кто-то считает, что любовь может быть между людьми одного пола, например. Да, и они считают это любовь, Бог не может это осуждать. Так ведь? Потому что нет закона, нет понимания того, что на самом деле грех, а что не грех. Только закон дает четкое определение. Вот это грех, а вот это не грех. И люди, которые отвергают сегодня закон, мы видим, к чему приходят они в результате этого отвержения. Мораль полностью меняется. Традиционные нравственные ценности переписываются. Так ведь? Все с ног на голову поставили. То, что до этого раньше считалось постыдным, и о чем даже говорить и думать было стыдно, сегодня это выпячивается специально для того, чтобы полностью разрушить все моральные устои в обществе. Так ведь? Нет закона, нет понимания, что хорошо, а что плохо. Поэтому функция закона, о которой мы прочитали со слов апостола Павла во многих текстах, это показать, определить, что есть грех. Не оставлять это определение на откуп самим людям, потому что у каждого тогда определение будет свое. Теперь возвращаемся мы с вами к нашему посланию Галатам, в третьей главе, послание Галатам, третья глава, тексты, какой мы читаем? Девятнадцатый, пока еще текст мы с вами читаем. Он был дан для того, чтобы определить в другом переводе, что такое преступление, но дальше сказано, до времени пришествия семени. Интересно, да? До времени пришествия семени. И некоторые верят, что Христос закон отменил, больше мерила никакого нет. Что раньше было мерзостью, после того, как Христос умер на Христе, вдруг перестало быть мерзостью. Теперь уже не мерзость и так далее. Об этом ли говорит здесь апостол Павел? Он говорит, закон был дан до времени пришествия семени, к которому относятся обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Далдцатый текст. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Что это значит? О чем здесь вообще говорит апостол Павел? Какой посредник? При каком одном? Без понимания контекста послание сложно понять, выдернув лишь этот отрывок и прочитав лишь его. Павел сравнивает в предыдущих текстах, как был дан завет Аврааму. И дальше он показывает, как был дан завет Моисею. При Аврааме, когда был дан завет, сколько сторон было участников? Бог единолично принял это решение. Был дан завет с одной стороны. Бог сказал, мною клянусь. Завет о семени, о Христе, это было одностороннее Божье деяние. От Авраама ничего не требовалось для того, чтобы этот завет был дан. Бог так решил, и Бог сказал, что даю, заключаю с тобой завет. Мною клянусь, что будет потомков у тебя много, и от тебя родятся многие народы. И о семени, о Христе он дал завет. А вот при Моисее, когда был дан Божий закон, вот об этом пишет апостол Павел, было уже две стороны. Бог и народ. А между ними был посредник, сказано. И кто в роли посредника выступал? Моисей. Совершенно верно. Моисей выступал в роли посредника. И вот дальше мы с вами читаем текст 21. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Отвечая на вопрос, закон противоречит спасению во Христе? Нет, никак. Закон противен обетованиям Божиим? Каким обетованиям-то? О которых он только что сказал. Спасение во Христе, о завете, о семени. Закон как-то противоречит этому? Нет, никак. Между законом Божиим и спасением во Христе нет, никогда не было никакого противоречия или соперничества. Потому что нигде не сказано, что закон был дан для того, чтобы животворить или даровать жизнь, или воскрешать людей, или делать их праведными. Чтобы люди спасались через соблюдение закона, нигде такого в Священном Писании нет. Закон не способен спасать, не способен давать жизнь, не способен даровать прощение и спасение. А для чего же закон, как мы сказали? Чтобы показать, что есть грех, чтобы указать на греховность человека. Это во-первых. Но не только в этом. Это не единственная функция закона. Закон дает определение греху. Но дальше мы читаем с вами в 22-м тексте. Посмотрите. Но Писание всех заключило под грехом. Что это значит? Всех заключило под грехом. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Интересный текст, да? Что значит Писание всех заключило под грехом? Древнегреческое слово «сунклею» – глагол, переводится как «затворять», «заключать», «запирать». Ну или буквально «сажать в темницу», «сажать в тюрьму». Как это так закон или Писание посадило нас в темницу, заключило под грехом? Что это значит? Давайте посмотрим тексты, в которых апостол Павел также эту тему затрагивает и более понятно поясняет. Римлянам 3 глава, текст 19. Римлянам 3 глава, текст 19. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом». Когда люди слышат определение греха из закона, они понимают, что они виновны, виновны. Весь мир становится виновным перед Богом. Закон способствует тому, чтобы люди стали виновны. Пока нет закона – нет вины, потому что где нет закона – нет и преступления. Но как только закон прочитан, понят, усвоен, возникает вина. Мир становится виновным перед Богом. Дальше. В 11 главе послания к Римлянам, прочитаем текст 32. Послание к Римлянам, 11 глава, текст 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». То же самое глагол здесь стоит, сунклея. «Всех заключил Бог в непослушании». Посредством закона мы осуждаемся, но не просто осуждаемся, да, а заключаемся в темницу, написано, как преступники. Это вторая функция закона. Первое – законом познается грех, а во-вторых, благодаря закону определяется вина. То есть закон не просто справочно нас информирует, это грех или не грех, а он обвиняет. Он делает человека виновным и как бы заключает его в темницу, сажает его в тюрьму за эту вину. Он делает человека виноватым. А вот как выйти из этой темницы? И говорит апостол Павел. Закон обвинил, закон посадил в тюрьму, а дальше-то что? А вот дальше-то как раз, братья и сестры, и возникает необходимость в обетовании, которое дано Аврааму. Бог всех заключил, написано, в эту темницу закона, чтобы всех помиловать по своему обетованию, по вере, по благодати Божией. Как выйти из этой темницы? Выйти из этой темницы можно было двумя способами, да? Либо доказать, что ты не виноват, но в нашем случае это невозможно, потому что мы точно знаем, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божией. Либо получить наказание, заслуженное. А какое наказание за грех? Смерть, написано. Возмездие за грех, смерть. В библейские времена, кстати, не было такого вида наказания за преступление, как тюремное заключение. Тогда в тюрьму сажали лишь до вынесения приговора. Судьи или лица уполномоченного на это, они сидели и ждали. Либо их оправдают, либо вынесут им какой-то приговор. Штраф это будет, воздаяние, справедливое возмездие, компенсация ущерба, либо смертная казнь. Иногда и такое бывало. Темница только до суда. И вот все мы заключены, находимся в заключении закона, в темнице, в этом следственном изоляторе, до какого времени? Мы уже читали с вами много раз сегодня в этом отрывке. До пришествия семени. Понимаете теперь, о чем идет речь? Что обвинение закона и вина на нас лежит до пришествия семени, до того момента, как мы возложим на Христа, как на заместительную жертву, эту вину. Речь не о том, что закон больше не надо соблюдать после прихода Христа, как думают некоторые. Речь о том, что во Христе, по вере, мы освобождаемся из-под обвинения закона и выходим из этого заключения. Люди всегда спасались одной лишь верой. Никогда люди не спасались делами и соблюдением закона. У закона совершенно другая функция. Не животворить и не спасать, а указывать на грех, обвинять и приводить ко спасению во Христе. Вот как раз 24 текст послания Галатам, третьей главы об этом и говорит. Посмотрите. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Детоводитель, мы знаем, по-гречески звучит как пайдагога, или по-русски есть похожее слово педагог, да, педагог. В чем была его функция, задача педагога? Научить грамоте, подготовить к зрелой жизни, снабдить знаниями, как нужно жить. Вот это функция закона. Помните, когда мы пришли все с вами в церковь? Мы были как первоклашки, скажем, да, в духовном смысле. Мало что знали, мало что понимали. И закон Божий, он, священное Писание нас учило, как жить правильно, как жить по воле Божьей, что есть воля Божья, что хорошо, а что плохо. Вот. И мы понимали, что так как раньше мы жили, это неправильно. Мы виновны перед Богом. И во Христе есть выход из этого, оправдание во Христе. Но в 24-м тексте, в синодальном переводе, переведено, что он был детоводителем ко Христу. Те, кто немножко знают, греческий, они подскажут, что предлог эйс, который там стоит, правильнее было бы как перевести. Вот Вадим, наверное, знает, Иванович. Во или Во Христа. То есть он был детоводителем Во Христа, чтобы мы облеклись все Во Христа и жили уже Во Христе. Да, жили бы Во Христе. Что значит Во Христе? Об этом вообще отдельная тема. В Библии, в Священном Писании, что значит находиться и жить Во Христе, целые посвящены огромной отрывке Священного Писания этому. Понимаете? То есть закон нам указал на грех, обвинил нас во грехе, посадил в эту темницу греха и в то же самое время показал нам выход, путь. Куда? Во Христа. Чтобы мы облеклись Во Христа и жили уже в Нем. Благодаря Его праведности, Его заслугам были бы оправданы. 25-й текст. Читаем дальше. Третья глава послания Галатам. По пришествии же Веры мы уже не под руководством детоводителя. Почему мы больше не под руководством этого педагога? Потому что после школы, после того, как заканчивают люди 11-й класс, что с ними происходит? Выпуск, конечно. Они же не вечно в этой школе сидят. И не вечно им нужны учителя, не вечно им нужны педагоги. Потому что после школы люди выпускаются и живут уже взрослой жизнью. Но по тем правилам, которыми были научены, используя те знания, которые в школе у педагогов получили, но приходит первоклашка, и его снова надо учить. Так ведь? Он снова нуждается в педагоге. Педагогов не расстреливают после того, как выходит 11-й класс из школы. В них нужда сохраняется. То же самое и с законом. Если кто-то уже понял свою вину, был научен, пришел ко Христу, это не значит, что закон теперь нужно изорвать и выкинуть. Потому что еще очень многие люди вовсе и не знают, что они оказываются виновны перед Богом и нуждаются в спасении во Христе. И закон эту функцию вновь для них должен исполнить, как педагог привести ко Христу. Понимаете? Поэтому функция закона не ушла. Он нужен всегда, но не для того, чтобы им оправдываться, не для того, чтобы им спасаться, а для того, чтобы нужду свою осознать в спасителе, осознать нужду во Христе и понять, что с делами закона не оправдается никакая плоть. Итак, в завершении давайте подытожим, что мы сегодня узнали с вами из Священного Писания. Между спасением во Христе и соблюдением закона нет никакого противоречия или соперничества. У закона совершенно иные функции. Он не спасает, он не животворит. Он указывает на грех и обвиняет во грехе. Как бы аллегорическим образом сказано, сажает в темницу нас. Чтобы выйти из этой в темницы, в которую закон нас заключает или помещает, нам нужен Христос. Верую во Христа, в Его заместительную жертву, мы спасаемся и выходим из этой темницы греха. В первом послании Иоанна, в первой главе, в восьмом и девятом тексте, об этом хорошо сказано. Давайте прочитаем. Первое послание Иоанна, первая глава, тексты восьмой и девятый. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда мы спотыкаемся или совершаем грех, закон Божий указывает нам на это. Мы чувствуем свою вину. И если говорим, что мы не виноваты и не грешны, обманываем самих себя. И истины нет в нас сказано. Но что делать дальше, после того, как мы эту вину осознали и признали? «Исповедать». Исповедь, братья и сестры, это важная составляющая христианской жизни. «Исповедать». Если исповедуем перед Богом грехи наши, то Он, будучи верен и праведен. Чему верен и праведен? Своему же собственному обещанию. Своему же собственному обетованию о том, что все будут спасены. Он всех заключил. Писание всех заключило под грехом, дабы всех помиловать. Понимаете? Господь об этом так говорит. Он желает всем спасения. И если мы исповедуем грех, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Когда последний раз вы были на исповеди? Поднимите руки. Немногие. А как вы пришли, не исповедавшись сегодня в храм, в Божий дом? Братья и сестры, каждый день в исповеди-то мы нуждаемся. Понимаете? Только мы исповедуем грехи свои перед кем? Перед Богом. Мы исповедуем свои грехи. Открываем наши преступления. В молитве говорим ему, Господи, я согрешил. Закон Божий мне указывает на это. И я прошу тебя, сними с меня вину греха моего. Как Давид молился. Помните? Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Знаете, бывает такое, что человек впадает в какой-то грех, немножко спотыкается, оступается, и вот нет у него желания к Богу идти. Вот он живет в этом состоянии какое-то время. И это ужасное состояние. Давид описывает его, как обветшали кости мои. Что это значит? Я в рухлядь превратился просто, да? Я чувствовал себя, как вот, не знаю, столетний старик. Обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Но я открыл тебе, дальше он пишет, грех мой, и не скрыл беззаконие моего. И ты снял с меня вину греха моего. Вот такой путь. Вот такой путь предложен в Священном Писании. Не держать в себе этот грех, не тащить его на себе до тех пор, пока кости наши не обветшают. А каждый день прибегать в молитве Господу и исповедовать вину греха. И он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь? Аминь. И, наконец, еще один вопрос, на который мы все-таки не ответили в сегодняшней проповеди. Так зачем же закон соблюдать? Ну, понятно, что он указывает, обвиняет, но продолжать соблюдать субботу, продолжать так вот эти заповеди исполнять и так далее. Зачем? Об этом еще в Ветхом Завете было сказано. Потому что и в Ветхом Завете люди не верили в том, что законом они могут спастись. То, что закон может даровать им вечную жизнь, то, что закон может и в Царствие Божие ввести. Соблюдение закона нет. Они прекрасно это понимали. Но закон все-таки был дан. И соблюдать они его старались. И Господь и нам это говорит, что и мы должны соблюдать закон Божий. Вот сегодня Елена Валентиновна в начале его вступления проповеди прочитала 18-й Псалом. Как там об этом красиво говорится. Правда? Давайте прочитаем в книге Второзакония в 5-й главе текст 29-й. Книга Второзакония 5-я глава текст 29-й. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни. И дальше сказано, для чего эти заповеди нужно соблюдать. Посмотрите. Дабы. Дабы хорошо было им и сынам их вовек. Где хорошо? Здесь хорошо. Здесь, на этой земле, дабы было хорошо. Потому что закон Божий, это как Божья инструкция, он показывает, как правильно жить, как правильно существовать, как правильно поступать для того, чтобы было хорошо. Когда мы нарушаем законы Божии, в нашу жизнь проникает проклятие. Многие верят в мистическое какое-то проклятие. Я тоже отчасти в это верю. Но самое главное, мы перестаем жить по тем правилам, которые Творец создал. Ведь существуют законы физики. Их кто создал? Бог создал законы физики. Правда? И если мы вдруг случайно выпрыгнем с 10 этажа, как бы мы не верили во Христа, мы упадем и разобьемся. И нам будет не очень хорошо. Правда? Вера в данном случае нам не поможет, потому что есть законы физики. Если вдруг вы поверите, что вы взлетите, вдруг порхнете и полетите, ну, что ж, блажен, кто верует, но закон физики, я думаю, будет сильнее. И вы больно ударитеся о землю. То же самое и с духовными законами. Господь и их тоже дал и сотворил, чтобы мы жили на этой земле по этим правилам. И если мы живем по правилам, и мы их не нарушаем, нам хорошо. Если мы как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, продолжаем свою борозду, вот эту греха бороздить, ну, что ж, рано или поздно ударимся, очень больно о землю. Да? Дай Бог не насмерть. Еще один текст. Шестая глава, текст 24. Шестая глава, текст 24. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего. И так же сказано, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Вот, оказывается, для чего закон-то Божий дан. Вот, оказывается, для чего правила даны. Жизнь нам здесь сохранить, продлить дни жизни, чтобы мы жили как можно дольше, здоровее, счастливее, чтобы взаимоотношения между нами были как можно лучше. Так ведь? А если эти правила нарушать и ими пренебрегать, можно, конечно. Но это все равно, что заправлять, например, бензиновый двигатель дизельным топливом. Можно сказать, ну, и почему нет? Я же свободен во Христе. Я с сегодняшнего дня буду свой бензиновый двигатель заправлять дизельным топливом. Производитель автомобиля подумает, ну, не дурак ли ты человек, да? Тебе же сказано, как хорошо, а ты по-своему хочешь, да, делай. Вот для чего был дан закон Божий. Это правило для жизни здесь, на этой земле, чтобы нам было хорошо и чтобы продлить дни нашей жизни. А спасаемся мы, братья и сестры, только веруя во Христа. И закон Божий в этом помогает. Он приводит нас ко Христу, показывает, что без Христа спасение невозможно. Мы так и будем сидеть в этой темнице греха до тех пор, пока не придем ко Христу, не исповедуем свои грехи перед Ним, а Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь. И небольшое дополнение к сегодняшней проповеди еще. Натолкнуло меня на эту мысль Елена Валентиновна, когда читала сегодня 18-й Псалом. 18-й Псалом она читала, там как раз о законе сказано. Есть очень хороший текст, который говорит, закон Господа совершен, укрепляет душу. Что это значит? Жизнь укрепляет он нашу, да? Но в оригинале, на древнееврейском языке, этот текст звучит так. Я думаю, даже те, кто еврейского не знают, поймут, о чем речь. Тора Адонай Тэмима. Закон Господа совершен. Интересно, да? Тора Адонай Тэмима. Не 20-я глава, с 1-го там по какой, 14-й текст совершенно. Тора Адонай Тэмима. И когда мы в Священном Писании, во всем законе, во всем Пятикнижии, видим правила для жизни, они все могут быть, очень многие нам сегодня полезны. С исключением ритуальных каких-то законов, да? С исключением законов, относившихся к храму, очень-очень много там всего хорошего написано, подробно изложены 10 западей. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно для гостей, которые у нас сегодня есть. Весь закон можно вкратце суммировать в двух заповедях. Так Христос и сделал. Возлюби Бога и возлюби ближнего. На сих двух заповедях написано, да, весь закон и пророки основаны. Можно эти две заповеди детализировать до 10 заповедей. И так и было сказано. Первая скрижаль, первые четыре заповеди, они говорят о любви к Богу. Так ведь? Первые четыре заповеди, они говорят о любви к Богу. А дальше, начиная с пятой заповеди, почитая отца и мать и так далее, они говорят о любви к ближнему. Но эти 10 заповедей можно детализировать еще больше. И вот на всех страницах Библии подробно, особенно в Торе, написано, и древние мудрецы посчитали, что всего в Торе есть 613 заповедей. И вот они как раз подробным образом описывают эти 10 заповедей. Подробным образом рассказывают, как любовь к Богу и как любовь к ближнему проявить. Поэтому, когда состоялся первый собор в Иерусалиме, христианской церкви, апостолы собрались, помните, по какому вопросу они собрались? Соблюдать ли язычникам весь закон? И нужно ли требовать, чтобы язычники соблюдали весь закон, который евреи соблюдали в течение многих тысяч лет? Об этом была речь, да? И какое постановление они вынесли? Не препятствовать, самое главное, да? Не препятствовать обращающимся в веру во Христа и не требовать от них сразу соблюдения всего закона. Но сказать им, что они должны принять сначала лишь базовые вещи. Какие? Они должны воздерживаться от идоложертвенного, блуда, нравственный образ жизни вести. Еще чего? А? Ищи погромче скажи. От удавленены, блуда, идоложертвенного. Еще что-то есть? Или все? Ну вот эти базовые принципы, которые они перечислили. 15 глава книги Денья Апостолов об этом говорит. И не желают, не делают ближним того, чего они себе не желают. Совершенно верно. Но дальше, в 21-м тексте сказано. Ибо закон Моисея в каждую субботу читается во всех синагогах. То есть, в начале пути человеку важно принять лишь базовые принципы. И он уже может, ему не надо препятствовать, он уже может идти в церковь, он уже может быть частью общества Господня, соблюдать закон Божий и крещение даже принять. А дальше, в течение всей жизни, он будет слышать этот закон. И Господь будет научать его этим правилам, как правильно жить и иметь долгую и счастливую жизнь на этой земле. Поэтому, когда Елена Валентиновна прочитала сегодня этот 18-й псалом, закон Господа совершен, я вспомнил, что в оригинале он звучит как Тора Адонай Томима. Весь закон Господа совершен, укрепляет душу, жизнь нашу он укрепляет. Помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, которое есть истинно. Словом Твоим Ты освящаешь, Господи, очи сердца нашего и открываешь их. Мы можем видеть Твой путь, которым нам идти. Благодарим Тебя за крестную смерть Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он единственный, который может даровать спасение нам и прощение грехов, и ввести нас в Царствие Отца Своего. Слава Тебе, Господи, за все. Слава Тебе за те правила, Господи, которые Ты дал нам для жизни, которые изложены на страницах Священного Писания. Благодарим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.